Чапати Чапати Используйте любую другую муку грубого помола Тогда вы должны будете просеять эту муку И для этого вам понадобится сито Теперь о том, что нам необходимо для приготовления чапати Нет ничего сложного Для начала нужна скалка Вот эта индийская скалка сделана особым образом Для приготовления чапати и других видов индийского хлеба Ее легко найти в любом индийском магазине Если ее у вас нет, используйте обычную традиционную скалку Либо мраморную, либо из тяжелого дерева Если вы не найдете индийскую, используйте обычную тонкую скалку Еще нужна будет хорошая доска и сковородка Сегодня я буду пользоваться вот такой толстой чугунной сковородкой Однако, если вы собираетесь готовить чапати по-настоящему То вам нужна вот такая Она называется тава Специальная сковородка, которой можно приготовить одно чапати за раз Если такой нет, используйте другие сковородки Что касается плиты, на которой будем готовить Она должна быть с двумя горелками Одна для сковороды, другая свободная Вы можете спросить, а есть ли плита электрическая, как готовить на ней? Вы можете сделать сетку, которая накроет горелку Это позволит обжаривать чапати, не касаясь горелки Таким образом, вы достигнете того же результата Что касается муки Если вы используете муку АТТА, просеивать не обязательно Попробуйте просеять И вы убедитесь, что в сите ничего не остается Она отлично просеяна Если у вас другая мука грубого помола, обязательно просеете Я покажу, как сделать тесто по этому рецепту На 6-8 больших, или 10-12 маленьких, или средних чапати Здесь 2 и еще 3 четверти стакана просеянной муки Добавим пол чайной ложки соли Если вы не любите соль, не ложите Но мне кажется, что соль необходима, так же, как и вода Берем около 1 стакана холодной воды Это все, что необходимо Мука, соль и вода Кстати, о тесте Воду добавляйте понемногу, не заливая муку Чуть-чуть воды, и вот так вот смешивайте Также у вас всегда должна быть в запасе мука Чтобы сделать тесто более густым Если оно получается жидким Иногда необходимо большее количество воды в тесто Иногда меньшее Сложно сказать, сколько необходимо воды указать в рецепте Поскольку в процессе подготовки тесто становится немного жидким Итак, как вы видите, смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто Вот такое вот тесто Что касается того, как месить тесто Если вы знаете, как готовить тесто, то вы знаете, что надо месить Месить надо, чтобы тесто стало мягким Вот этим местом руки вы давите на тесто Месите минут 10, чтобы тесто стало мягким Хорошо раскатывающимся А также однородным Для этого надо ровная поверхность и немного силы в руках Здесь люди с крепкими руками могут воспользоваться своими возможностями Вот мы месим уже 10 минут Это хорошая зарядка Вот сейчас тесто мягкое, однородное, но из него я не буду готовить чапати А что я сделаю? Я отложу тесто на час или чуть больше, чтобы оно улучшилось То есть оно должно подойти И тогда получатся гораздо мягкие чапати Здесь у меня есть тесто, которое постояло полтора-два часа Видите, оно стало более мягким и расползается Это нормально После того, как тесто подошло, его необходимо помесить А сейчас посыплем мукой доску вот таким образом Возьмем кусок теста Необходимого на чапати Далее скатаем небольшую змейку Вот так Теперь нарежем на кусочки таким вот образом Далее положите кусочек между ладонями И раскатывайте Необходимо хорошенько раскатать Надо получить вот такую спиралевидную структуру теста Итак, посыпьте мукой, слегка придавите И у вас должна получиться вот такая английская буква И Вот так И еще следите за тем, чтобы тесто не прилипало к скалке Подсыпем еще немного муки И еще раз раскатаем Вы видите, я приближаюсь к ровной округлой форме, которую желательно получить Зачастую обнаруживаешь, что первые чапати получаются кривыми Обычно так всегда и выходит Но постепенно вы научитесь правильным движениям И все будет получаться Итак, вот у нас чапати довольно круглый, тонкий, аккуратно раскатанный Теперь надо положить его на горячую сковородку Смотрите, как это делается Аккуратно поднимаете чапати двумя пальцами И быстро ложите на сковородку Первые секунды не трогайте чапати, пока не появятся пузырьки Добавим, что чапати богаты витаминами В Карбонатами и другими микроэлементами Очень вкусный хлеб Итак, вы не должны трогать чапати до появления маленьких пузырьков Между тем, вы можете зажечь огонь в другой горелке Если вы приглядитесь, то вы увидите маленькие пузырьки Они указывают на то, что чапати начинают жариться Вам придется подождать секунд 45, пока появятся первые пузырьки Видите эти пузырьки? Теперь переворачиваем на другую сторону Оно вздувается еще лучше Если вы заметите эти черные точки, не волнуйтесь Это нормально Они должны быть Когда чапати начинают сдуваться, пора брать щипцы Далее, когда края чапати начинают заворачиваться вот так Необходимо брать его Похоже, что готово Далее на огонь Аккуратно переносите его Чудесные чапати прекрасно вздуваются Перевернем Чудесно Убираем с огня Ложим на поднос И если хотите, то смажьте маслом Вкуснейший вариант горячих чапати с маслом Чапати, может быть, одинаково готовят, но едят по-разному Можете кушать прямо такими Или намазать любым джемом Или традиционно в обед с овощами и далом Вы обмакиваете чапати в дал Либо захватываете ими овощи Рецепт Отложите пол стакана муки на раскатывание чапати Возьмите 2,3 стакана муки Положите пол чайной ложки соли И добавьте 3,4 стакана воды Замесите тесто и поставьте подходить на 2 часа Разделите тесто на 10 или 12 частей Раскатайте на ровные круги диаметром 11-13 см Обжаривайте чапати до тех пор, пока не появятся пузырьки Затем переверните на другую сторону Жарьте несколько секунд Затем подержите над открытым огнем, пока не вздуется Положите в тарелку и смажьте маслом Чапати готовы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok